Красный цвет победителей. Пожалуйста, дуйте из всех сил, чтобы у нас были полные паруса. Получил диплом, стал миллионером. Всем привет, в эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. Отобрано 30 вузов, на площадке которых будет реализован проект передовых инженерных школ. Как сообщает правительство, общая сумма проекта на ближайшие два с половиной года составляет свыше 30 миллиардов рублей. Около четырех из которых будут инвестированы высокотехнологичными компаниями. В число победителей вошел и Казанский федеральный университет с проектом передовой инженерной школы «Киберавтотех». За право открыть у себя такие школы нового формата соревновались 89 университетов из 45 регионов страны. Победители представили наиболее проработанные программы. Именно они получат гранты, каждый по 84,5 миллиона рублей в текущем году. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. На повестке дня были представлены следующие вопросы. Выборы заведующих кафедрами, конкурсного отбора претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, представление к присвоению ученых званий, а также выдача дипломов докторам и кандидатам наук. Помимо этого участники мероприятия обсудили возможность дополнительного финансирования научных проектов университета. Более подробно расскажем в одном из следующих выпусков. Лучшим выпускникам-отличникам Казанского федерального университета вручили красные дипломы. На торжественной церемонии награждения побывала наш корреспондент. 30 июня стал поистине одним из счастливейших и знаменательных дней для студентов Казанского федерального университета, которые в этом году с отличием завершили свое обучение. Торжественная церемония вручения дипломов самым активным выпускникам традиционно прошла во дворе главного здания Казанского федерального. Исходной точкой мероприятия стала речь исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского. В ней отразились самые важные слова для выпускников, родителей и преподавателей. Также исполняющим обязанности ректора было отмечено, что сегодня собрались самые яркие, амбициозные и талантливые студенты, которые на протяжении нескольких лет добивались высоких результатов в различных направлениях деятельности на благо университета. Дипломы с отличием студентам, проявившим себя не только в учебе, но и в творчестве, спорте и общественной жизни, лично вручал Дмитрий Таюрский. Сегодня у вас один из самых знаменательных дней вашей жизни. Он волнителен и должен запомниться. Позади остался марафон студенческих лет. Как правильно сказали ведущие, позади остались конспекты, позади остались зачеты, экзамены, позади остались беганья за преподавателями, которые не хотели принимать у вас зачеты и экзамены. Но все это позади. Для вас начинается новый этап вашей жизни, новой самостоятельной жизни. И впереди вас ждет насыщенная, интересная жизнь, которая, я уверен, будет наполнена новыми целями и победами. Во дворе главного здания Казанского федерального университета собрались лучшие из лучших – 51 выпускник-отличник. Среди общего количества ребят был выделен топ-19 студентов, которые добились наибольших успехов за годы обучения в университете. Среди таких студентов – призеры международных и всероссийских конкурсов и победители республиканских премий. Студентов, привнесших в копилку вуза множество наград и достижений, чествовали особенно. Помимо красного диплома, ребятам также вручили благодарственное письмо, памятные сувениры, шарф и статуэтку с обозначением Казанского федерального университета и, конечно же, праздничный букет цветов. Программа мероприятия была насыщенной и масштабной. Концертные номера сменяли официальное вручение красных дипломов выпускникам. На импровизированной сцене выступал вокальный ансамбль «Снег» и танцевальный коллектив «Риал Дэнс». Далее поздравить с лучших из лучших. Пригласили студентов первого курса Казанского федерального университета. Ведь когда-то и они будут получать дипломы в статусе отличника. Теперь вы – гордость университета, его лучшие выпускники 2022 года и отличный пример, на который хочется равняться. В завершение торжественной церемонии выпускники пригласили на сцену исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского для вручения ответного памятного подарка – корабля. Ведь он символично отражает всю структуру Казанского федерального университета. Пожалуйста, дуйтесь всех сил, чтобы у нас были полные паруса. Благодарим вас, выпускники, за тёплые слова в адрес университета. Дмитрий Альбертович, уважаемые студенты, просим вас занять свои места. Студенты поблагодарили «Альма-Матер» за лучшие годы в своей жизни. Преподаватели университета за их безграничную поддержку на протяжении студенческих лет. И, конечно же, родители за мотивацию и воодушевление постигать изучаемые науки. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Никита Акиншин, Андрей Багудзинов, Универньюз. В вузах появилась альтернатива написанию диплома. Это создание своего бизнес-проекта по программе «Стартап как диплом». Подробности смотрите далее. Казанский федеральный университет реализует для своих выпускников программу «Стартап как диплом». Идея направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие предпринимательства и позволяет в виде выпускной квалификационной работы защищать бизнес-проект. Внедрение практики учета выпускных квалификационных работ в виде стартапов планируется более чем в 40 вузах, в том числе в Казанском федеральном университете. Программа «Стартап как диплом» — это федеральная инициатива, которая реализуется в университете на уровне сборки, скажем так, всей конструкции с осени 2021 года. Уже весной мы начали массированную информационную кампанию. И у нас есть воронка из 10 тысяч студентов, третикурсников, которые проходят курсы инновационной экономики и технологической предпринимательства. Мы вот из этой воронки стараемся подобрать наиболее яркие инициативные проекты, стартап-инициативы, которые могли бы дойти, скажем так, до продуктового решения. В этом году по акселеризационной программе университет готовит 7 стартап-проектов, вовлекающих работу 30 студентов. На этой неделе прошло первое заседание экспертного совета по подготовке к защите ВКР в форме бизнес-проекта. Студенты-стартаперы получили обратную связь по своим идеям и предложения по финансированию. И ребята, вот 7 стартап-проектов у нас сейчас в орбите, скажем так, этой акселеризационной программы, они получают рекомендации, они получают обратную связь по своим продуктовым решениям. На настоящий момент ведется работа над развитием их клиентского сегмента. Выполнение ВКР в форме стартапа возможно при условии существенного личного вклада студента в организацию своего проекта. Благодаря программе студенты выйдут из стен университета с практическим багажом, который в будущем можно будет монетизировать. Валерия Гарнышева, Фариза Хитаглы, Универньюз. С 2009 года интеллектуально-оздоровительный лагерь «Интел-Лето» становится местом встречи для юных активистов. В рамках программы проводятся лекции по физике, астрономии, основам мультипликации и графическому дизайну. Как проходят будни участников проекта, смотрите далее. Интеллектуально-оздоровительный лагерь «Интел-Лето» проводится на базе Елабужского института КФУ уже 14 год подряд. Более 100 детей в возрасте от 7 лет ежедневно посещают интерактивные занятия, на которых могут реализовать свои задумки. Мне очень нравится в этом лагере, потому что здесь есть много разных занятий, как физика, танцы. Я научилась собирать кубик-рубик на занятиях головоломки. Еще мне нравится в лагере, что здесь у меня хороший коллектив. В рамках программы проводятся лекции по физике, астрономии, математике, информатике и краеведению. Помимо этого участники могут посещать занятия по робототехнике, основам мультипликации и графическому дизайну. Мне нравится посещать робототехнику, физику, музей и посещать лепку, мультфильм создавать. В процессе обучения задействована обширная материально-техническая база – компьютеры, планшеты, ноутбуки. Для практических занятий организаторы интелета выделили конструктор лего, а также спортивный инвентарь. Мне нравится в лагере то, что у нас есть очень молодые вожатые, у которых с нами есть общий язык. Мы друг друга понимаем, веселимся вместе, у нас шутки одинаковые. Сегодня я съездил в ДНК, Дом научных коллабораций. Мне там понравилось делать 3D-фигурки. Еще мне понравилась там геометрия, потому что геометрия мне сейчас пригодится, потому что я перехожу в пятый класс. Начиная с 2009 года, интеллектуально-оздоровительный лагерь интелета является местом встречи для юных активистов. Занятия для ребят проводят ученые и преподаватели Елабужского института КФУ. Воспитательной работой занимаются вожатые, обучающиеся на педагогическом направлении и прошедшие специальную подготовку. Тагмина Мадатова, Маргарита Михайлова, Айдар Нурмиев, Универньюс. Помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин посетил детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе». В ходе визита Владимиру Колчину продемонстрировали помещение детского сада и рассказали об особенностях обучения своих воспитанников. Напомним, что проект детского сада КФУ «Мы вместе» функционирует с сентября 2021 года и является первым подобным в республике. В КФУ состоялось торжественное открытие сразу двух математических конференций «Комплексный анализ и смежные проблемы» и «Лобачевские чтения». Их участниками стали как выдающиеся ученые, так и молодые математики из России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Индии, Швеции и США. Мне хочется посмотреть на учительный мир, ведь я в будущем собираюсь заниматься математикой, комплексным анализом. Кто-то увидит, познакомится с людьми, познакомится с учеными разнообразными, узнать новое, какие-то идеи почерпнуть, рассказать своих результатов. Да, доклад этот раз я не буду делать, но я наберусь опыт и в следующий раз собираюсь что-нибудь интересное рассказать. На подготовительном факультете для иностранных, учащихся Казанского федерального университета, провели запланированные учения по эвакуации студентов, преподавателей при возможном вооруженном нападении. По сценарию в здание проник человек с ружьем, со словами расправы со всеми, кто станет у него на пути. Был отработан и проведен определенный алгоритм действий. Проректор по общим вопросам Казанского федерального университета Решат Гузеров подчеркнул важность проведения данных мероприятий. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok